Русское общество, домонгольское, это общество все-таки такое целостное. Христианство его не раскололо. Ну версии же у вас есть, Николай Андреевич? Что-то изменилось в сознании. У вас не так давно была совершенно нашумевшая находка, это гнездиловский всадник. Вы смогли понять, это христианин был захоронен или язычник? Это современная христианизация, которая как-то должна была определяться в этом мире. И, по-видимому, он был человеком компромисса. Более тысячи лет назад жители Древней Руси обратились в христианскую веру. Однако многие православные традиции, которые сегодня считаются основополагающими, складывались не в один день и довольно драматично. О том, как менялся язык христианства, рассказывают последние археологические раскопки, о которых мы беседуем по Гамбургскому счету с вице-президентом Российской Академии Наук, директором Института археологии Николаем Макаровым. Николай Андреевич, традиционно принятие христианства на Древней Руси принято отсчитывать с конца X века, с 988 года. И так мы думаем, что христианство распространилось по русским землям. Насколько хорошо сегодня историки представляют, как происходил в деталях этот процесс? Был ли он динамичным? Был ли он каким-то драматичным? И какую роль в этом понимании сыграли археологические находки? Ну, с одной стороны, казалось бы, мы все знаем о крещении Руси, мы знаем дату, мы знаем многие подробности, мы знаем историю строительства главных христианских храмов, у нас есть сообщения летописи о столкновении носителей старой религиозной традиции волхвов и христиан, у нас есть жития первых святых. С другой стороны, все эти источники, в общем, они требуют какого-то серьезного анализа, они не во всем достоверны, они отчасти тенденциозны, потому что они написаны церковными писателями, которые создавали историю победившего христианства и так, как они считали нужным ее писать. Поэтому, реально, мы не так много знаем о первом столетии распространения христианства, об XI веке, мы чуть больше знаем о XII веке, но самый главный для нас вопрос, насколько широко было укорено христианство, он никак не может быть раскрыт по документам, по письменным источникам, никто не подсчитывал число крещеных, никто не подсчитывал число приходов, и только археология может дать общую картину, как христианство овладевало обществом, насколько оно было широко распространено, как оно принималось обществом, и археология, что очень давно столкнулась с материальными свидетельствами христианизации, это, конечно, остатки храмов, это погребальный обряд, который для нас очень важен, изменение погребального обряда, и это вот те христианские предметы, вот такое корявое слово, которым мы обозначаем предметы личного благочестия, кресты, иконки, вот огромный материальный мир предметов, который связан с исповеданием христианства, вот все это изучается, все это каталогизируется, и вот, в общем, важнейшая категория, которая открыта последние десятилетия, то есть она известна давно, но вот сейчас она по-новому, мы понимаем масштабы, так сказать, значения этих вещей, это христианская пластика, это кресты, образки, энкулпионы, кресты реликварии, которые в последние десятилетия, значит, их коллекции выросли, с появлением металлодетекторов в руках археологов, с появлением более тонких методов разборки культурного слоя, вот у нас собрались, аккумулировались огромные коллекции вот этих вот вещей. И вот наша Сузельская коллекция, сейчас самая большая коллекция, региональная коллекция предметов христианского культа, в ней уже 350 предметов, это вещи конца десятого, в основном 11-14 веков, вот, которые найдены на очень большом количестве поселений, то есть это 50 сельских поселений, это отдельные могильники, это, конечно, города, то есть выяснится, что те вещи, которые нам казались вот какими-то, так сказать, эксклюзивными, они имели массовое распространение, вот, и, ну, интересно, что такое 350 вещей, много или мало? Вот мы посчитали количество, скажем, поясных пряжек, которые найдены на тех же поселениях, мы посчитали количество вот каких-то очень распространенных предметов, деталей, одежды. Выясняется, что крестов чуть больше, чем поясных пряжек, то есть если поясную пряжку, наверное, имел каждый человек, да, то получается, что и крест имел каждый человек. Ну вот, действительно, мы сегодня, мы знаем, что одним из таких очевидных, самых наглядных способов, каким современные христиане идентифицируют свою веру, это ношение нательного креста. Знаете ли вы, сегодня, когда впервые стали носить жители Древней Руси нательные кресты, насколько быстро эта традиция появилась и распространилась? Первые кресты появляются даже, так сказать, несколько ранее крещения, они появляются в середине X века, к этому времени относятся единичные, роскошные погребения в таких специальных конструкциях, в погребальных камерах, которые иногда сопровождаются крестами. Это единичные погребения, всего примерно полтора десятка таких погребений известно. А с конца X века начинается довольно, так сказать, широкое производство крестов, количество их типов довольно ограничено. Это, прежде всего, крестики с изображением, с грубым изображением распятия, которые копируют изображения на энклопионах, которые производились в Болгарии. Вот так они выглядели. Вот это кресты с грубым изображением распятия, Христос с перефесью, показаны руки со стигматами, ладонь пробитая гвоздем, повязка набедренная, очень выразительное изображение, которое берет свои корни из Византии, из Балкан. И вот такие кресты были распространены и в Скандинавии, и на Руси. И они использовались до начала XII века. Но их было немного. В XI веке это производство христианской металлопластики еще не получило широкого обихода. Конец XI-XII век, массовое производство крестов. Вот для этого времени мы можем сказать, что каждый житель древней Руси этого времени, наверное, с большой вероятностью, может считать, что он имел крест. Но эти вещи носились... Отношение к ним было, использование было не совсем таким, как мы это могли бы представить. Эти вещи носились, во-первых, поверх одежды. Они носились не под одеждой, как мы их носим сейчас, они носились поверх одежды. Они очень редко помещались в могилу. И вот при изучении погребений они находятся очень редко. И поэтому долгое время, поскольку погребения древнерусские стали исследовать значительно раньше, чем поселения, все считали, что население было некрещенным, поскольку крестов в могилах мало. Сейчас мы знаем, что существовали какие-то, но если не запреты, то, во всяком случае, не приветствовалось, по-видимому, помещение крестов в могилу. На них довольно редко помещается изображение распятия. Вот если... Если на ранних крестах распятие было, то есть мы видели на ранних крестах, то здесь-то уже нет. Ну, оно, так сказать, не сказать, чтобы исчезать совсем, оно есть на энклопионах, но, в общем, так сказать, основная масса крестов лишено изображения распятия. Это не значит, что они, так сказать, не являются христианскими символами, но вот их, значит, какое-то содержание особое. Вот здесь, как раз на этих крестах, мы видим, что появляются так называемые такие шарики, да, на конце, ну, как золотые яблоки, да, которые направлены в четыре разные стороны света. Что они символизируют? Ну, можно полагать, что они символизируют тот крест, который явился Константину перед битвой с Максенцием в 312 году, еще не христианину Константину, который, так сказать, как раз в этот момент обратился в христианство, и когда он услышал слова «Сим победишь», это тот крест, значит, лучезарный крест, от концов которого исходит свечение, копия которого потом была поставлена на Константинопольском форуме, и вот она символизировала торжество христианства, победу христианства в мире, распространение его во всей вселенной. Это была религия торжества, это была религия, так сказать, религия красоты, потому что, конечно, очень совершенные, хотя и простые вещи, но очень совершенные по своим эстетическим качествам. А вот скажите, Николай Андреевич, вот первые кресты X века и XI-XII век, то из чего металл, из которого изготовлялись, это был один и тот же металл, или это были разные металлы? Ну, в основном это сплавы на основе меди, значит, различные... Медь с добавками? Медь с добавками, медь с оловом, это оловянистые сплавы, это бронза, это различные варианты, это недрагоценные металлы. Есть серебряные кресты, они составляют вот какую-то очень небольшую группу, но понятно, что элита, она больше ориентирована на ношение серебряных крестов, но, в общем, это недорогие материалы, с эмалью. Эмаль использовалась в декорировании этих крестов. Николай Андреевич, а вот скажите, традиция носить золотые кресты, когда она появилась на Древней Руси? Золотых крестов очень мало. Вот первые представители христианской элиты, могилы которых относятся к X веку, это люди, которые обладатели серебряных крестов. Это уже дорого? Я думаю, что хоть не было первоначальной жесткой установки и однозначной привязки, требования, чтобы высшая часть элиты носила золотые вещи, вероятно, они были. Для XII-XIII веков нам известны каменные кресты в золотых обкладках, нам известны и золотые кресты, но сказать, что это было какое-то массовое веление, археология его не видит. Вообще археология все-таки больше имеет дело с массовыми предметами, потому что то, что было в обиходе княровской семьи, оно редко попадало в землю, эти вещи могли идти потом в переплавку. А вот скажите, вы говорили, что в захоронениях ранних христиан вы не находите нательных крестов, почти что это редкость. Это было связано с тем, что буквально понималось представление о бессмертии христианской души, и если христианин умирает, то душа его бессмертна, и поэтому его обозначение как христианину не кладется в могилу. Или нет? Знаете, у нас много в археологии все-таки явлений, которые мы видим, но мы не можем их до конца объяснить. Я думаю, это связано с тем, что все-таки для, скажем, 11-12 века крест очень важен как материальная репрезентация внешняя. То есть крест во многом адресован внешнему миру, обществу, это ношение креста, это признание, приобщение себя к христианству и демонстрации того, что ты приобщен, что ты вписан в этот христианский мир, и поэтому необязательно его, так сказать, класть в погребение, оставлять на одежде в погребении, это и так, Богу это известно и так. Интересно, что вот те погребения, в которых мы находим кресты, они связаны с самыми окраинами христианского мира, и больше всего их на севере, вот те Белозерские могильники, которые мы исследовали 15-20 лет назад, они дают самую большую серию христианских предметов в погребениях. Вот для этих людей, по-видимому, и вот которые были еще, так сказать, более находились на границе христианства и язычества, где сила языческих верований была сильнее, по-видимому, они вот более следовали представлениям о том, что крест все-таки, значит, может быть в могиле, он должен быть в могиле. А вот мы знаем, что сейчас на православных крестах есть перекладина. Здесь мы видели, что на всех ранних крестах этой перекладины нет. Когда она появляется? Она появляется очень поздно. Она появляется в XVI веке, и для Домогойской Руси это совершенно не характерный элемент, не свойственный, не знакомый. И вот те кресты перед нами, которые, это кресты так называемого скандинавского типа, кресты, распространенные в XI и в первой половине XII века, это единственный тип крестов, для которого мы достоверно знаем, что он пришел с севера. Много написано о роли скандинавов как носителей ранней христианской традиции, об их вкладе в христианизацию. Но вот сейчас выясняется, что большинство все-таки типов крестов по своему происхождению это византийские типы, некоторые из них были модифицированы в древнерусской культуре, некоторые из них были сильно переработаны, некоторые из них были взяты и копировались без этих изменений, но вот эти северные материальные следы прослеживаются слабо. И вот кресты скандинавского типа единственный достоверный северный тип, который прижился, и вот на северо-востоке Руси такие кресты приводились. То есть кресты появляются традиции с юга, с Византии, из севера со Скандинавией. Из севера Скандинавии, да. Почему после XII века количество этих крестов увеличается? С чем связано их постепенное такое исчезновение? А вот это очень интересное явление, понимаете, письменные источники нам ничего не могут сказать, но мы видим, что крестов становится меньше, и, скажем, в Сузельском ополе, которое мы изучили досконально, вот эта картина падения количества крестов, она прослеживается очень четко. Значит, у нас есть хорошая статистика, несколько, полтора десятка крестов удельного времени, вот по сравнению с огромной массой крестов. С подразумными сотнями. Почему? Ну, версии же у вас есть, Николай Андреевич? Что-то изменилось в сознании. Вот эта вот необходимость презентации христианства, она ушла. Возможно, все-таки, так сказать, меняется какое-то настроение в обществе, потому что домонгольская Русь – это все-таки общество, которое, так сказать, очень уверенно в себе, оно настроено на развитие, оно в чем-то, так сказать, оптимистично по своей, может быть, по своему восприятию мира. Вот это растущее общество, которое очень уверенно в себе. Русь после Монголы, дельная Русь – это культура, в которой настроение изменено, Она подавлена. Может быть, вот эти кресты, которые очень красивы, наполнены какой-то позитивной эстетикой. То есть нет желания и возможности обозначать, как-то демонстрировать свою веру? Да, может быть и так. У нас нет объяснения, мы видим, очень важные какие-то культурные явления, но мы понимаем, что за ними стоят очень серьезные сдвиги. Сдвиги в настроение, сдвиги в восприятии мира, сдвиги в самой культуре. Еще один такой очень важный знак, когда христианин при жизни обозначает себя нательным крестом, но после смерти это могильный крест. Когда появляются могильные кресты? Находите ли вы их и насколько это давняя традиция? Нет. Мы не находим могильных крестов. Это поздняя традиция. То есть она, возможно, и существовала, появилась достаточно рано, но, в всяком случае, мы не видим никаких крестов. По-видимому, над христианскими могилами находились какие-то надгробницы, какие-то срубы деревянные, какие-то деревянные конструкции, которые обозначали места могил. Но принадлежность христианина к христианству обозначается прежде всего тем, что его могила находится на христианском кладбище при церкви. И что был исполнен обряд отпилания при его погребении. И никаких обязательных надгробных памятников мы не знаем вплоть до нового времени. Будем искать. Может быть, они найдутся. Есть некие намеки на то, что они могли быть, но пока мы их не видим. А вот в ранний период христианства, то есть, если вы находите захоронение, вы можете определить, это язычник похоронен или христианин? Вот в тот момент, когда христианство еще распространялось. Можете ли вы это понять? История древнерусского погребального обряда, на ней есть два очень важных рубежа, которые показывают, что происходило с этим обществом. Во-первых, это переход от кремации, от трупосожжения к ингумации, к трупоположению, который приходится как раз на рубеж 10-11 века. Это очень важное явление, которое показывает, что значительные слои общества, фактически все общество, оно было затронуто этой христианизацией. Внешнее или внутреннее, оно стало следовать вот этим новым канонам. Мы можем рассуждать, насколько они осознавали, понимали, как часто они принимали причастие и принимали. Но мы понимаем, что очень скоро после принятия христианства они начинают производить погребения по христианским канонам. Но вот эти языческие кладбища, которые были основаны в 10 веке, они продолжают функционировать. То есть погребения происходят на тех же могильниках, где проводились кремации. И вот очень часто мы здесь увидим некоторые погребения, которые вот эти вот погребения 11 века, это очень ранние ингумации, которые исследованы в могильнике Шикшова в Сузовском ополе. Вот они прорезают слой с остатками кремированных костей, значит, с остатками вот этих кремаций языческих 10 века. И в этом нет никакого противоречия. Для них это естественно. И в 12-м, в середине 12-го, в начале 13-го века, вот эти старые кладбища, они забрасываются. И мы уже не находим на них могил второй половины 13-го века. Иногда первой половины 13-го века происходит перемещение кладбищ. По-видимому, это время формирования приходов, когда формируется сеть сельских церквей. И погребения совершаются уже при церквах. Мы не знаем этих кладбищ, потому что они, собственно, переросли в современные, по-видимому, сельские кладбища. И они недоступны для археологов. Но вот этот сам перенос вот этой погребальной зоны, ее перемещение, мы видим очень, так сказать, четко. Это очень важное явление, которое маркирует два этапа христианизации. Первый этап, когда общество отказывается от кремации. И второй этап, когда оно прорывает со старой локации на могильников и переносит их на новые места. У вас не так давно была совершенно нашумевшая находка. Это гнездиловский всадник. Расскажите, вы смогли понять, это христианин был захоронен или язычник? Гнездиловский всадник – замечательный персонаж. Вот это мужчина 25-30 лет, который был положен в большую могильную яму со стременами, уделами, боевым топором. Вот эти вещи, которые сейчас уже отреставрированы. Но вот этот снимок сделан, когда они были только что еще извлечены из погребения. Это представитель, да, также с весами для взвешивания монеты. И с монетой 970-х, 990-х годов, которая позволяет довольно точно датировать его погребение. То есть этот человек, он по своему времени близок к крещению. Он был погребен на рубеже X-XI или в первой четверти XI века. Он современник крещения, современник восстания волхов в Суздуле, восстания 1024 года, когда Ярослав усмирял вот этот вот мятеж, во главе которого стояли волхвы в Суздальской земле. И он погребен уже. Это уже обряд ингумации. Это большая... Но это, конечно, такая роскошная могила. И само наличие стремян и боевого топора, конечно, это те элементы, которые говорят против его христианской идентичности. Но северо-западная ориентировка, вот положение его, вытянутое положение в могиле, в могиле, да, оно говорит о том, что он этим христианином мог быть. Вот мы никогда не договоримся. Разные археологи по-разному оценивают. Одни говорят, нет, он же лежит с вещами, не может быть, христианин не может лежать, так сказать, с погребальными дарами. Другие говорят, ну, это же все-таки погребение в могильной яме, и типологически оно близко к христианским погребениям, скажем, конца XI-XII века. Это начало той же традиции. Так что здесь такого прямого ответа нет. Очень важно, что это люди, которые находятся в состоянии вот этого перехода. Это, в общем, современные христианизации, которые как-то должны были определяться в этом мире. И, по-видимому, он, в общем, был человеком компромисса. Вообще, понимаете, продолжение существования языческих кладбищ, которые возникли в X веке, до XII века, показывает, что русское общество домонгольское, это общество все-таки такое целостное. Христианство его не раскололо. И мы могли бы предположить, что вот этот вот приход этой новой веры и ее насаждение князем, оно приводило к какому-то расколу. Вот мы не видим этого состояния религиозной войны. Мы видим вот какое-то состояние, значит, покоя. Это не значит, конечно, что не было каких-то столкновений, что вот все то, что говорит летопись о, так сказать, мятежах волхвов, о убийстве первых проповедников христианства, это неправда. Но все-таки этот конфликт не имел такой широты таких масштабов, чтобы он был отражен археологией. Если говорить о динамике этого процесса, то что это означает? Что это происходило достаточно органично, в этом не было каких-то революционных переломов. То есть это было связано с теми изменениями историческими, с тем контекстом, в который христианство попадало. Да, конечно, общество было готово, вот как мы видим, христианство принять. Вот христианство вводило Русь в огромный мир христианских идей, европейских государств. Огромный мир книжности. В общем, это был и способ, и канал приобщения ко всему наследия античности, Византии. Этот поток каких-то новых образов, идей, технологий, который шел из Византии, конечно, он питал русскую культуру. Это был огромный толчок, огромный импульс для внутреннего развития. Но сама вот эта вот христианская культура первых столетий после христианизации, она удивительно своеобразна, она эстетически совершенна, и она совершенно необычна. После середины XIII века она изменилась, она еще раз изменилась в новое время. И вот археология как раз позволяет увидеть разные пласты христианской культуры, понять, как каждый из этих пластов по-своему интересен, и насколько многообразна вот эта христианская традиция, в том числе и в ее материальном воплощении. Спасибо большое. У нас в программе был вице-президент Российской Академии Наук, директор Института археологии Николай Макаров. А все выпуски нашей программы вы всегда можете посмотреть у нас на сайте или на YouTube-канале Общественного телевидения России. Субтитры создавал DimaTorzok